Куриный гусь. Опять природа создала особый персонаж, соединив несочетаемое в красочный калаш. Куриный гусь. Что за явление? Сегодня он герой рифмоплетения. Клюв не походит на гусиный и утиный, скорее куриный или соколиный. Но сравнивать с другими не берусь. Вот эту утку звать Куриный гусь. Запомним. Занимают Южную Австралию и много мелких островов. Тасманию. Способны пить морскую воду. На островах живут в любое время года. Довольно крупный наш пернатый. В неброском оперении сероватом. На крыльях дымчатых в коричневом пестринке, а на конце пера сплошь черные вершинки. Головка маленькая на недлинной шее, а на макушке шапочка белеет. И мощные все в красном ноги сверкают черным пальцы по дороге. А гуси-утки водоплавающие птицы. Но наш пернатый плавать не стремится. Гнездо, а рядом что мы выдаем, но воду не заманишь калачом. Летает тоже птица неохотно. И тяжело, и неудобно, и нелетно. Любитель он наземного питания. Ходьба и бег этих гусей призвание. И гоготать наш гусь не может. Он просто хрюкает, как свинка. А в паре птицы моногамны, верны гусиным половинкам. Лишь в прошлом веке гусь чуть не исчез. Их оставалось только пару тысяч. Но меры, принятые, помогли. Теперь их численность значительно повыше. Пернатые едят лишь травку. Захватывая клювом зелень, листья, они пасутся до 12 часов. Зимой кормление меньше длится. Кормящийся куриный гусь не любит конкурентов-соплеменников. Отпугивает их, раскинув крылья и шею вытянув, кидаясь на соперников. В период брачный гусь танцуют перед самкой, показывая красоту и силу. А гнезда пара сделала вдвоем, а дальше от соседей разместила. Гусыня вместе с гусаком найдут по вкусу углубление среди камней в траве или кустарники. И утеплят все пухом, перьями. В гнезде сидит одна лишь самка. Самец в период этот агрессивен. В охране смелость, ловкость проявляет, отвагу и бесстрашие гусины. Куриный гусь в природе редок, и потому он в Красной книге. В Нижегородском зоопарке Лимпомпо мы сможем этих птиц увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok